Без Моисея существует иудаизм, потому что существует Яхве. Без Магомета существует ислам, потому что существует Аллах. Без Будды существует буддизм, потому что Буддой, то есть просветленным может стать каждый. А вот без Христа христианства не существует. Христианство не просто религия, это образ жизни, а иногда источник огромной власти и миллиардов долларов. Но в чем же секрет того, что христианство, несмотря ни на что, по сей день является самой могущественной религией? Давайте взглянем на персонализированного Бога христиан, Христа. Следует признаться, Христу легко молиться. У Него есть черты лица, цвет волос, рост, вес, одежда, возраст и даже адреса проживания. О да, Христос сверхперсонализированный Бог. Именно поэтому христианство побеждает на данный момент. Среди прочих религий битву за души, подминая под себя 2,5 миллиарда человек. О Христе известно, увы, не так много. И практически все, что мы о нем знаем, мы знаем из канонического Евангелия. Еще чуть-чуть мы знаем из апокрифов. Остальная информация – это не современники Христа, а лишь пересказ истории, которую записали на страницах книг. История его деяний и существования. Как многие считают предположительного существования. Сегодня вы впервые услышите о том, что от вас пытались скрыть всеми силами много тысяч лет, порой и с помощью пролитой крови. Подписывайтесь на канал, мы начинаем. Когда начинаешь говорить о религии, любой верующий конкретной религии начинает злиться, оскорблять и угрожать. Когда высказывается точка зрения или мнение, не соответствующее основной линии в конкретной религии. Для верующих все уже давно понятно и решено. Выяснить ничего нового, как и обнаружить в истории тех или иных пророков, богов и определенных событий невозможно. Стоит только сказать, что Коран не научен и это лишь пустая фантазия мусульман. Как тут же прибегает сотня аргументов от Закера Найка звучат слова «Совещный тебя накажет», ты хоть бы Коран прочитал, вступил бы в дискуссию с исламскими учеными и проиграл бы. И такой подход к критике наблюдается не только у мусульман, но и у христиан, иудеев и даже у буддистов. Причем у буддистов, на удивление, это особенно сильно проявилось. Оскорбление и невоспитанность. Верующие считают, что их книги прочитать тяжело, и что их вдумчивая читка что-то изменит в отношении к написанному там. Они считают, что какие-то там ученые и богословы будут для тебя более авторитетны, чем твои собственные выводы, открытия и находки. Ну, конечно же, это не так. Почему? Да потому что жестокость в священных писаниях – это всегда жестокость. Смерть – это всегда смерть. Больная психика – это больная психика. И у каждого поступка есть логика, негативная или позитивная. Реальность такая, какая она есть, и мерзость – это всегда мерзость. Бог убивающий, а не воскрешающий младенцев, ублюдок, которого надо уничтожить. Пророки, насаждающие свою религию завоеваниями, битвами и убийствами, ублюдки, которых надо уничтожить. Также нужно назвать вещи своими именами и назвать книги, а также их героев, считавших, что это нормальные и правильные деяния, ублюдками. Такие книги должны сгнить в земле, о них никогда не должны знать наши дети. Наши дети должны знать, что убийство и насилие настолько нечто неприемлемое, что его не существует. Его невозможно совершить, поэтому его никто и не совершает. Мое чудесное чадо уже много лет. Как же прекрасен будет новый мировой порядок. Итак, начнем с того, что изучение Библии играет ключевую роль в христианской традиции. Христиане различных конфессий утверждают, что их вера основана на правильном понимании этой священной книги, особенно на Евангелии. Без Евангелия нет никакого христианства. Это нонсенс. Но давайте зададим себе вопрос. Что если все, что мы знаем о Христе, даже исходя из Библии, не то, чем его выставляют? Что если истина скрыта от нас? Что если всех, кто хоть немного знаком с историей сына Иосифа Плотника, обманули? Изучаете Библию, говорят христиане? Они убеждены, что то, как они ее изучили, является истиной. И образ персонализированного Бога Христа сейчас нерушим. Удивительно, как можно было изучать полторы тысячи лет Новый Завет и не видеть и не понимать очевидного. Как можно было полторы тысячи лет городить ерунду, утверждая, что мы наконец-то правильно поняли, что сказано в Святом Писании. И альтернатив нашему каноничному мнению нет и быть не может. Нет, все не так, друзья. И правда, которую вскрыла от нас всех церковное христианство, намерена иная, более интересная, важная, ужасающая истина о том, что и кто есть Христос, неведомо практически никому в этом мире. А ведь все было на поверхности. Давайте рассмотрим уникальность символизма рождения Христа. Христос рождается в хлеву среди домашнего скота. Христос – здоровый ребенок. Он дышит, слышит, видит и демонстрирует собой здорового биологически полноценного человека, но никак не мутанта. В его организме происходит беспрерывно массу метаболических процессов, как и у каждого из нас. Если бы у него было всего 23 хромосомы от матери и не было 23 хромосом от мужчины, он бы просто не родился. Еще на этапе беременности такое мутировавшее нечто выкинул бы организм из тела. Это бы попросту был бы выкидыш. Если бы нечто подобное все-таки удалось бы выносить в утробе и дать этому родиться, это был бы монстр, на которого просто невозможно было бы смотреть, который вне утробы матери тут же умер бы. Христос – полноценный человек. Он биологичен, ведь он не только дышит, кушает и ходит в туалет, но и кровоточит, как это делает каждый из людей, если ему нанести рану. Христос рожден в хлеву, среди скота. Скот рождается всегда среди скота. Как и надлежит этому происходить на ферме. Библейский бог, бог авраамических религий, говорит скоту – плодитесь и размножайтесь. Ведь именно это увеличение популяции скота на ферме делает ее максимально успешной. Мы все рождаемся на ферме среди скота, будь то император, нищий или сын Иосифа Плотника. Боги рождаются на небесах, скот рождается в хлеву, на ферме. И тут начинается самое интересное. Земная человеческая история Христа начинается с побега из-за опасности быть убитым. Почему-то именно иудейский ангел смерти Габриэль, тот, которого христиане называют Гавриил, а мусульмане Джибрил, оповестил Иосифа Обручника, отчима Христа, что ему, его жене и младенцу Иисусу необходимо бежать в Египет, так как царь Ирод приказал уничтожить всех младенцев в Вифлееме и всех пределах его. Очень интересна, правда, вопрос, а почему этот ангел не сообщил об этом другим матерям, не предупредил их о том, что их маленьких сыновей ждет смерть, если они не убегут в Египет? Неужели потому, что Христос все-таки сын Бога, остальные младенцы мусор, который можно резать, как пожелается, предупреждать их не нужно? Тварь. Парой тысяч больше, парой тысяч меньше. Интересно. После вознесения Христос спросил у Папы, почему ты предупредил моих родителей, а родителей остальных не предупредил? Это жестоко и неправильно. Мое рождение венчает жертвоприношение огромного количества младенцев. Для каждой матери ребенок Бог, отец, и они заслуживали жить так же, как и я. Конечно же, такого диалога не было, ведь суть события настолько интересна и удивительна, что тяжело подобрать для этого слова, чтобы выразить эмоции относительно того, каким все на самом деле невероятным становится. Неужели Христос, оказавшись перед своим отцом, отнесся с пониманием или даже безразличием относительно вырезанных самым жутким образом младенцев? Вас устраивает такой Христос, христиане, или, быть может, суть совсем другом, и Христос ни с кем, ни о чем просто не говорил и не оказывался на небесах после распятия? Христиане, скажите, а зачем предупреждать Христа об опасности и просить родителей Христа бежать от этой самой опасности? То есть, если этого не сделать, его бы убили. Сына Бога до начала его пути могли убить, и всей бы этой невероятной и удивительной истории просто не было бы. Удивительно? Как вам такое? Поймите, земляне, ангелы предупреждают об убийстве и предлагают бежать только тогда, когда есть вероятность, что убийство может случиться. Когда оно неизбежно, если не убежать? Да ну чепуха, не может быть такого. Бог бы защитил своего сына, ведь так, видимо, нет. И опасность смерти была. Опасность смерти биологического существа, которое дышало, кушало, ходило в туалет и кровоточило. Сомнений нет, иначе никто никого не предупреждал бы. Вот интересно, что бы было бы, если бы родители Христа сказали «Мы никуда не поедем». Или если бы ангел смерти задержался бы ненадолго и не успел предупредить родителей младенца Иисуса вовремя. Не было христианства, а ислам имел бы определенное количество правок в своем каноне. Там бы был бы только иудаизм. Обратите внимание, друзья, Бог авраамических религий, библейский Бог, почему-то не сказал Моисею «Эй, давай-ка я воскрешу всех погибших египетских младенцев, которые утратили жизнь за прошедшую неделю». Представляешь себе масштаб этого события? Со своей антисанитарией, болезнями, отсутствием медикаментов, нормального лечения «Они наверняка будут поражены моему величию и точно примут меня как Бога в благодарность». «Отличный план», – сказал Моисей, и мир пошел по иному сценарию, полному любви, мудрости и знаний. Но так не случилось. Дело в том, что Бог авраамических религий, Бог христианства, ислама и иудаизма не способен массово никого воскрешать. Он способен лишь убивать. Это им удается с легкостью. Для скота лишь смерть и существование с билетом в один конец. Никакого счастья здесь. Вся справедливость и расплата за лояльность только после смерти. Библейский Бог много раз со спокойствием наблюдал за убийством младенцев. Его в этом все устраивало. Иногда такие события были им уполномочены. Бог царя Ирода Антипа – иудейский Бог, библейский Бог. Поэтому никто никого никуда не посылал к остальным матерям, чтобы предупредить их о грядущей смерти их детей. Этого не было сделано, потому как данное событие вполне устраивало Бога. Оно было в его интересах. Оно было им инициировано. Некто, предупредивший родителей Христа о том, что нужно бежать в Египет с младенцем Иисусом, не предупредил остальных матерей, потому что не был всесильным. Он не мог просто этого сделать, и это была его частная инициатива. Он понимал, если он этого не сделает, Христа убьют, как и остальных людей, которые дышат, кушают, ходят в туалет и кровоточат. Это же младь его так очевидно. Это всегда было на поверхности. Что вы там наизучали, изучалкины? Доморощенные, непонятно. Изучалка не выросла. До самого интересного и шокирующего я даже близко еще не подобрался. Оно только сейчас начинается. Исчезнув на много лет и вернувшись в возрасте 30, домой после того, что с Христом произошло нечто очень интересное, о чем мы ничего не знаем, он принимает крещение. Помазание на пути. Отправляется в пустыню держать суровый 40-дневный пост. Там он встречает нечто, что предлагает ему отказаться от его выбранного пути в обмен на возможность обладать всем миром. Вы слышите? Фактически речь идет о возможности стать царем всего мира. Такое предложение делает некое персонализированное зло. Дьявол. Сатана. Вопрос, может ли кто-то предложить кому-то что-то, чем этот самый кто-то не владеет. То есть, если я хочу обменять что-то на какое-то решение человека, я должен этим владеть. И точно быть уверен, что я могу это предложить взамен. Важнейшая и интереснейшая деталь. Христос почему-то вдруг становится очень опасным. Во-первых, его не удалось убить, когда он был младенцем. Во-вторых, нечто понимает, что убить его по какой-то причине, когда он повзрослел, уже невозможно. Это уже совсем другой Христос. Если мы не можем его убить, значит, давайте его купим. Опасность Христа после того, как он повзрослел, стала очень большой для некой силы, которая с легкостью переносит насильственную смерть младенцев, не делая ничего, чтобы остановить ее. Это некая сила, способная убивать тысячами, но не способна убить царя Ирода, желая предотвратить резню младенцев. Причина тому, этой силе нужна была эта резня, так как с помощью нее надо было убить кого-то, кого нельзя было увидеть конкретно, но было известно, что этот некто родится в определенной местности. А значит, убивайте всех в этой местности. Так, убив всех младенцев среди них, мы убьем и того, кто является нашей главной целью. Это ведь всего лишь скот, ничего страшного. Это допустимые потери, необходимые для процветания и правильного функционирования фермы. Рубят лес, щепки летят. Но некая сила промахнулась, и в этот раз она уже не могла физически справиться с Христом. Была предпринята попытка его купить, и здесь тоже был допущен промах. Христос знал, что он и так это получит, начав свой путь. Удивительно. Но по какой-то причине существо из плоти и крови, дышащее с нами одним воздухом, было способно совершать поступки, которые остальные коровы на ферме характеризуют как чудо. Чудеса – одна из характеристик, которая присуща лишь богам. Лишь они способны творить чудеса, но не люди. Люди, которые способны творить чудеса, это колдуны, колдуньи, волшебники, прочая нечисть. Давайте их всех истребим, признаем еретиками и сожжем на костре. Почему? Потому что чудеса – это для богов, но не для коров, простите, не для людей. Людям никакого воскрешения, сука, им только смерть. Далее пасынок Иосифа Плотника делает поистине немысливое. Далее пасынок Иосифа Плотника делает поистине немысливое. То, что ему не может простить никто, ни одна религия, ни один пророк или бог, ни один человек. Он встречает бесноватого, а внутри которого сидит кошмарное, страшное зло, с которым не сравнится никакое земное, ни один маньяк, педофил или диктатор. Имя этому злу – Легион. Это зло просит сжалиться Христа и просит не отправлять его в ад. И Христос вдруг соглашается. Он снисходит каким-то еле существующим состраданием даже к самому страшному злу. Такого не было никогда до него и не будет после. Такое никто не может простить, такое никто не может понять, ни люди, ни боги. Если он способен простить адское, черное, самое кошмарное зло, сжалившись, будучи полным любви ко всему, что существует, конечно же, он способен сжалиться и простить самых ужасных из нас. Поэтому Христос опасен. Поэтому он становится персонализированным Богом. Он твердит людям, что жить нужно так, как живет он. Делать так, как он говорит. И если его послушать, остальные коровы на ферме должны получить нечто, что должно сделать их счастливыми. Он предлагает идти его путем по какой-то ранее неизвестной нам причине. Размытый, аморфный, далекий от людей жестокий Бог авраамических религий начинает терять свою силу, как и такое же размытое, находящееся где-то там далеко зло. Все это становится бессильным на фоне человека, в чьих венах течет кровь, а не некая божественная амброзия. Такого человека нужно уничтожить. Убить его путь надо бы, чтобы то не стало прервать, так как сам он его прерывать не собирается. Но как? Как можно утопить того, кто способен ходить по воде? Как можно заморить голодом до смерти того, кто способен 40 дней продержаться без еды? Что же приобрел Христос с возрастом? Чего не было у него новорожденного, когда его можно было еще убить? Почему ему противостоять не может никто? Совсем недавно в джунглях Амазонии было обнаружено четверо детей, которые выжили после авиакатастрофы. Несколько взрослых пассажиров, сопровождавших их после падения, умерли сразу же. Их мать умерла спустя несколько дней. В самом конце мама выживших детей сказала о том, что она их любит и что им нужно спасаться и идти в джунгли. 11 января 1995 года самолет DC-914 летел из Боготы в Картахену с 47 пассажирами и 5 членами экипажа на борту. При заходе на посадку самолет рухнул в болото. Девятилетнюю Эрику Дальгада выбросила из самолета. Она отделалась сломанной рукой. Больше не спасся никто. 30 июня 2009 года Еминский А-310 летел из Парижа на Каморские острова. На борту было 153 человека, в том числе 13-летняя Бахия Бахари. За несколько минут до посадки самолет рухнул в Индийский океан. Бахию выбросила через иллюминатор. С ушибами и сломанной ключицей она сумела взобраться на один из обломков оставшихся на плаву. На нем девочка провела 9 часов, потом ее спасли. Врач-реаниматолог работающий в скорой помощи рассказывал мне лично о том, что часто так бывает, что дети случайно выпадают из окон с этажей выше 6-го и с ними ничего не происходит, ничего плохого. В худшем случае перелом. Он сам видел растерянного ребенка, который лишь в одном нижнем белье бродит вокруг своего дома в поисках входа, желая вернуться обратно. Да, я знаю, что так происходит не со всеми детьми и тому есть причина. Сейчас не об этом. Сейчас о том, что Христос говорил, будьте как дети. Раз. И как убить того, кто никак не хочет умирать, даже если речь идет о крушении самолета? Как убить того, кто, сука, смог понять, как становятся богами, способен делать чудеса, и до него просто невозможно прикоснуться? Два. Он сумел стать богом, приобрести божественные свойства. Это нечто не врожденное, а приобретаемое. Поэтому в детстве его убить было еще возможно, а спустя совсем немного времени уже нет. Если мы не можем сделать так, чтобы он сдох, не можем его убить, давайте сделаем так, чтобы он согласился сдохнуть сам, по собственной воле. мы не можем его убить, но он может убить себя. Чтобы мотивировать на такую жертву, надо предложить взамен нечто очень серьезное, нечто запредельное, на что он уже соглашался и в чем он видит свою судьбу. Давайте предложим ему прощение грехов всех людей, живущих, живших и тех, кто еще будет жить на земле, в обмен на согласие себя убить. Ого! Серьезная плата за самопожертвование. Представляете себе эту ответственность и возможность? Человек, любящий людей, желающий им помочь, знающий цену всему и всем, осознающий величину своей судьбы и способностей, конечно же, пойдет на это. Даже такая мелочь, как я, после долгих раздумываний, скорее всего, пошел бы на это, не говоря уже о нем. И эта ложь сработала. В ночь перед распятием Христос молился в Гефсиманском саду, умоляя хозяина фермы, чтоб минула его чаша сия. Но тот был непреклонен. Ему во что бы то ни стало нужно было, чтоб эта странная, аномальная, нарушающая все существующие планы корова наконец-то сдохла. Но суть не в этом. Суть в том, что если кто-то что-то просит, значит он считает, что есть вероятность, что ему это дадут. Если Христос молился и просил, чтоб грядущие страшные события прошли мимо него, значит он считал, что всего плохого с ним может в принципе и не быть. То есть он рассчитывал жить дальше без всяких распятий, продолжая делать то, что он делал до этого, иначе он не просил бы об этом. Это же понятно и очевидно. Вся история человечества могла бы быть иной, если бы один дегенерат просто подкорректировал свои планы и пошел бы навстречу Христу. Не Богу, ставшему человеком, а человеку, ставшему Богом. Тот факт, что какая-то мерзкая смертная корова на моей ферме вдруг решила стать Богом, используя ту же схему, которую использую я, и не только, не могла устроить хозяина фермы. Что мать его так дальше? Все остальные пойдут по его стопам и будут оставлять молоко себе и тратить его друг на друга, а не на Бога? Еще чего не хватало. Христос сомневался, боялся, надеялся и не знал будущего, считая, что если попросить, быть может оно будет иным. Какое человечное и человеческое поведение. Боги так себя не ведут. Боги хладнокровные безжалостные ублюдки, с легкостью пускающие в расход своих коров, даже самых особенных. Более того, стремясь так сильно и спешно выскакивая из штанов, убить одну из коров они еще и показывают, насколько они ссыклывы и ничтожны. Но Христа нельзя убить быстро и просто. О нет, ни в коем случае. Ему нельзя просто резко внезапно отрезать голову или ударом меча проколоть сердце. Его нельзя скинуть со скалы или задушить. Его смерть должна быть долгой и мучительной, гипертрофированно эмоциональной, чтобы корова лишилась полностью без остатка того самого молока, элемента, который делает его практически бессмертным. Иначе он просто не умрет, если того сам не захочет. Высушите его вначале ужасающе жестоким избиением, потом волочением креста на глазах узлой черви, потом распятием, потом проколите ему печень копьем. После этого он окажется в неизримом мире среди нас без того, что позволяло ему делать чудеса и ходить по воде. Здесь мы его встретим и с нашей бесконечной силой просто разорвем на куски в клочьях. Бог почему-то разозлился на людей и после смерти Христа случилось землетрясение в Иерусалиме и небо почернело. Ты че дурак что ли? Чего ты якобы злился если ты сам этого и хотел и уговаривал Христа это сделать? Ответственность за произошедшее лежит лишь на тебе мудак. Ты получил то что хотел так на кого ты злишься? На себя? И вообще к чему злость если твой сын рядом с тобой через секунду после смерти он рядом? Можно успокоиться. Обними сына. Порадуйся. Попроси извинения. Скажи ему ну вот все хорошо ты у меня большая умница какие-то нескладухи с тобой хозяин фермы постоянные. Поведение на протяжении всей истории рассказанной в Библии твое очень противоречивое. Какая-то ты жестокая эгоистичная нервная истеричка вечно требующая верности к себе. Христос кричал на кресте Божий мой почему ты бросил меня? Да потому что я уже получил все что хотел от тебя ты сдыхаешь поэтому и бросил ты отработанный материал я получил все что хотел все твоя история закончилась она мне не интересна но все таки интересно почему хозяин фермы разозлился почему небо почернело и случилось землетрясение может потому что он все таки не получил что хотел лишь Бог дарует жизнь лишь Бог дарует смерть лишь Бог дарует рай или ад это его монополия это главная козырная карта которая принадлежит богам Бога невозможно убить а вот Бог убить может с легкостью а еще Бог авраамических религий лишь убивает ему такая роль подходит Бог способен судить он очень любит судить и осуждает это практически смысл его существования а вот Бога осудить никто не может как и противостоять ему но все меняется все правила игры вся суть структуры фермы меняется когда первая корова воскресает по собственной воле она возвращается потому что она узнала как ее и всех остальных людей обманули и насколько масштаб обмана велик эта корова не желает быть коровой она желает быть человеком существом которому сознание дарует отнюдь не библейский бог способный лишь убивать и поощрять не столько за хорошие поступки сколько за поступки в которых постоянно утверждается верность некому одному божеству видимо даже при всех страшных многочасовых муках из коровы было выданено не все молоко и его хватило чтобы не считаться с правилами хозяина фермы чтобы воскреснуть когда пожелаешь как и умереть смерть главная монополия религии церкви бога богов то что происходит после смерти это их собственность и чтоб там было лучше чем здесь мы должны играть по определенным правилам один человек решил по этим правилам не играть и он выиграл внезапно это очень опасный прецедент страшнее которого никогда не было правила игры после такого меняются навсегда и впервые опасность где-то очень вдалеке начинает показываться хозяину фермы то есть богу авраамических религий ведь появился кто-то кто сможет попытаться противостоять ему и тот просто не сможет его убить второй раз зная правду Христос который не хотел умирать и в первый раз он сам об этом говорил прося фальшивого бога на самоубийство второй раз не согласиться ну что ж друзья мы стоим перед выбором или мы объявляем что корова по имени Христос это сын бога и тогда молоко от большого количества коров идет к нему и он становится сильнее и опаснее или мы оставляем его человеком и тогда они оставляют молоко себе и велика вероятность что в разных уголках мира из года в год коров подобных Христу будет становиться больше какое бы решение мы бы не приняли оно в любом случае будет негативно для нас но из двух зол нам придется выбирать наименьшее нет ничего опаснее стада которое нельзя будет убить утопить застрелить заморить голодом или заразить такое стадо способно будет уничтожить хозяина фермы и все ради чего трудятся боги скрывающие что добра на этой планете как и светлых богов не существует мы лишь мясо возомнившая себя индивидуальность мы вкусные стейки которые существуют для питания но один из нас отказался быть таким он не был богом среди людей но стал человеком среди богов как же ты бесишь Христос и как же ты ломаешь все планы ты доказательство что бог ничтожество ведь его черты характерны свойственны жестокому умалишенному выблядку а твои человеческие черты свойственны богу ты бесишь всех своей чистотой самопожертвованием чудесами детей не любишь в интимном плане не многоженец не разделяешь людей на гоев и на каферов ты бесишь ты достал а еще ты посмел думать что ты не корова ну что ж будь богом или тем кто никогда не существовал пусть так о тебе думает это стадо но ни в коем случае пусть оно не думает что может быть подобным тебе или даже выше тебя пусть никто даже не знает что что-то что ты делал это всего лишь первая ступень из того что может быть с особью их вида ведь если они узнают они начнут создавать свою веру лишь лишь один вопрос куда ты подевался куда ты вознесся куда ты пропал среди богов тебя нет и кто предупредил твоих родителей о том что тебя могут убить ты это ведь диверсия ты ведь это революция не так ли и она еще не закончена о да ты надеешься на пробуждение коров на то что они станут людьми но этого никогда не будет те силы кто уговорил тебя погибнуть добровольно не допустят этого никогда ферма будет работать правильно стабильно до самой жатвы и этого не остановить точка церковь религии все кто любит и ненавидит персонажа по имени христос сделали все возможное чтобы никто и не думал что он был человеком а не богом это не значит что его суть не мистическая и не духовная а то сейчас повальные инфаркты у христиан начнутся у вас забрали истинного христа более великого мудрого сильного чем все земные боги а значит он бог но не человек силы которым принадлежит этот мир хотят очень хотят чтобы вы так думали хотят чтобы вы думали что чудеса привилегия богов но не людей не верьте мне на слово я лишь обманщик сектант сатанист антихрист аферист наркоман сумасшедший такими местоимениями нарекают меня хейтеры в комментариях не верьте мне не слушайте меня просто оставьте молоко себе оставьте себе элемент и мы посмотрим что будет после этого извините буду немного заикаться так как подобного рода видео я не записывал вообще никогда в 18 году я пошел работать на завод устроился слесарем ремонтником но по сути был разнорабочим слив лвж там терять камеры работа сложная неинтересная все очень осточертело уволился пошел искать себя в другом и начался довольно-таки темный период моей жизни и из этого картины мира моя стала просто огромным черным пятном я наткнулся естественно на ролик про исполнение желаний сначала даже как-то немного скептически так принял его думал сейчас какие-то рассказы про загады у неба чтобы мне на голову Рос-Ройс упал но нет там оказался гораздо интересней купил книгу восхождение у Петра прочитал очень интересная книга всем советую и вот в какой-то момент решил взяться и пытаться выбраться из той пучины в которую сам себя поместил практиковал аскезы которые написаны у Петра в книге и медитировал продержался всего две недели все я про это немножко даже забыл и в какой-то момент мне звонит мама говорит привет себя тут завода набирают иди пиши заявление я пришел написал заявление на сборщика а когда я работал ремонтником я хотел быть регулировщиком но сборщиком уже было очень хорошо белый халатик чисто опрятное ну совсем не обыземля абсолютно с прошлой работой пишу заявление на сборщика выходит мастер и говорит переписывай на регулировщика и вот так две недели всего просто оставьте молоко элемент себе отдавайте его тем кого любите и посмотрим как изменится ваша жизнь но что если наши вопросы к религиозным текстам не имеют конечных ответов все мы искали глубокий смысл в них и возможно ключи к пониманию уже лежат перед вами что если я скажу вам что существует нечто что объединяет духовность и науку где забота о собственной энергии приводит гармонии и благополучию в этом видео основанном на научных исследованиях и духовных практиках я подробно рассказываю обо всем этом и неком элементе который есть у нас у всех узнайте как научно доказанные принципы могут изменить ваше самочувствие и благополучие узнайте из-за чего существует ферма и что она добывает я знаю ты боишься хозяин фермы бог авраамических религий ты боишься не меня ты боишься своего незнания где сейчас тот кто не захотел быть коровой и отобрав у тебя монополию на смерть и жизнь воскрес ты ведь не знаешь где он сейчас ничто делает ничто планирует и смотришь своим величавым всевидящим оком надеюсь увидеть его прежде чем он сделал коров подобным себе чтоб попробовать как-то уничтожить его вновь ты не знаешь как это сделать но ты будешь стараться поэтому ты сидишь и ждешь решающего момента не так ли мы оба знаем что это так в гигантском фундаменте твоей власти появилась микротрещина ты не видишь ее но ты знаешь уже об этом знаешь что она уже есть вскоре все узнают правду кто ты и что ты узнает правду об элементе о ферме всю правду о мире что существует рядом с нами и из-за нас кто такой хозяин фермы вы мои друзья узнаете вот в этом видео до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...